Здравствуйте! В эфире новости. Сбор средств для лечения Вова Лагуткина продолжается. Диагноз, поставленный ребенку, неутешителен и требует скорейшего лечения. Одним из благотворительных мероприятий, организованных в помощи Володе, стал концерт в филиале РЦНТ «Дуслык». Добродушие – достоинство самое обыкновенное. Доброта же – достоинство самое редкое, говорила Мария фон Эбнер Эшенбах. Жители нашего города сумели опровергнуть слова австрийской писательницы, проявив максимум участия и доброты. На выходных состоялся благотворительный концерт в филиале РЦНТ «Дуслык», и горожане приняли активное участие в нем. Героем, в помощь которому прошло мероприятие, стал Вова Лагуткин, трехлетний мальчик со взрослым взглядом, на судьбу которого выпало нелегкое испытание. О, какая жизнь мы с тобой! Мы просто очень... Мы станем настоящим, понимаете, сколько пережили, что нам столько предстоит испытаний вот этих пережить. Но мы верим, что с вашей помощью, с вашей поддержкой у нас все получится. Вы просто нас, когда нам становится не очень хорошо, вы водушевляете своими словами. Просто я... Извините, я не хочу плакать, я привыкла уже себя держать. И спасибо большое всем. С творческими номерами выступили учащиеся детской хореографической школы, народная вокальная студия, а также солисты нашего города порадовали зрителей добрыми и душевными композициями. Родители Вовы Лагуткина поблагодарили всех, кто принял участие в сборе средств на его лечение. Мы чисто символически хотим от своего сердца, вашим сердцам раздать вот такие шары в виде сердец и благодарность. Отдельное спасибо тем друзьям, Ильвине, всем маленьким артистам, дирекции РКМЦ Дуслык, также и администрации, все, кто не остался равнодушен в нашей вот этой беде, кто нас поддержал. Нам это очень дорого. Действительно, нас поддерживают. Организация концерта с благотворительными целями – нелегкий труд. Но творческие и талантливые выступления очень важны в социальном смысле. Они помогают нуждающимся людям, находящимся в отчаянии. Основная задача таких мероприятий – помочь конкретному человеку, семье. Семью Вагуткиных я очень хорошо знаю, порядочные люди. Мне очень жалко, конечно, что у них такая беда случилась. И рада, конечно, помочь. И родителям здоровья, терпения. Потому что это очень такая болезнь, что каждый должен все это вытерпеть, все это на нервах. Маме, дай Бог, здоровья. Потому что она очень много страдает терпением ей, чтобы все это пережила, все это. Совершая простые человеческие поступки, каждый сам становится лучше. Поддержать Вову Лагуткина пришли и взрослые, и совсем юные жители нашего города. Благодаря им в помощь Вове было собрано около 60 тысяч рублей. День местного самоуправления в России отмечают с 21 апреля 2013 года. Более ранняя история гласит, что в 1785 году Екатерина II издала грамоту, которая положила начало развитию закона о самодеятельном решении вопросов местными властями. Какие сегодня вопросы решает местная власть, об этом шла речь на встрече со школьниками. В школе номер один села Ермолаево прошла встреча представителей органов местного самоуправления с учащимися восьмых, десятых классов школ номер один и номер два. Об участии граждан в жизни общества и принятии важных решений представителями разных служб муниципалитета, а также непосредственно о своей работе, рассказал председатель Совета Куиргазинского района депутат Леонид Богатырев. Сколько много вопросов у нас. В жизни она как бы непростая штука, вопросы и по ЖКХ по дорогам задают. И возникает вопрос, а кто должен их решать? Что их Москва должна решать на уровне федеральном? Нет, конечно. У нас в районе сегодня 135 депутатов. Из них 15 районного совета и 120, начиная от поселкового совета Ермолаева, и кончая всеми сельскими советами нашего района. Сам по себе депутат тоже ничего не может сам один сделать, если он не будет работать с населением. Избираются старосты, старшие там по улице, по населенному, собираются сходы, обсуждаются те вопросы больные, которые сегодня у нас есть. О структуре местного самоуправления, о работе органов государственной власти рассказал секретарь Совета муниципального района Ахата Исламкулов. Также он призвал молодых людей хорошо учиться, получить профессиональное образование и вернуться в район. Ведь в органах местного самоуправления всегда нужны грамотные специалисты, отметил он. Учащиеся, в свою очередь, могли задать гостям интересующие вопросы. С профессией уже определились. В отделениях больницы учащиеся старших классов проходят практику. Это воспитанники кружка «Юный медик» станции юных натуралистов. Каковы первые впечатления юнатов, насколько твердо они решили выбрать профессию медработника, выясняла Айгуль Мухаммедшина. В Центральной городской больнице часто проходит практику студенты медицинских вузов и техникумов. Но вот чтобы профессию осваивали учащиеся школы, это впервые. В эти дни в разных отделениях Центральной городской больницы Кумертау школьники стали практически коллегами и помощниками опытных специалистов. Молодые люди здесь в качестве младших медсестер и медбратьев. Всего практику в стенах больницы проходит более 40 человек. Кружок «Юный медик» организован при станции юных натуралистов. С сентября юнаты осваивали теорию, теперь проверяют свои знания на практике. Дети с охоты потянулись. Вот только, так сказать, информацию поступило в школы, и дети с охоты потянулись. И по программе этого кружка, по истечении прохождения теоретического материала, значит, необходимо прохождение практики. Практика предполагает работу где-то в течение месяца, значит, на базе отделения больницы, работу в качестве младших медицинских сестер и братьев. Ну и у нас сложилось понимание с администрацией Кумертауской городской больницы, слава богу, в этом направлении. Был составлен договор о сотрудничестве, и с 28 марта такая практика была начата. Юнаты учатся менять постельное белье тяжелобольным людям, помогают в их транспортировке, готовят перевязочные материалы, но и самое главное, их здесь учат правильному общению с пациентами, быть вежливыми, внимательными и отзывчивыми. Смысл профориентационной работы заключается в том, чтобы помочь школьникам своевременно сориентироваться в выборе профессии. Практика является курсом для получения знаний по медицинской специальности, помогает им разобраться в своих желаниях, способностях, больше узнать о медицине, как науке, определиться с выбором профессии, определиться с образовательным медицинским учреждением, ознакомиться с основами оказания первой медицинской помощи. В процессе вот этой практики дети проходят профессиональные пробы, которые помогают им в дальнейшем определиться с профессией. А наличие вот этого кружка, юный медик, у нас в городе Кувертау, я считаю актуальным на сегодняшний день, так как профессия медицинской сестры, скажем, является престижным и востребованным. Занятие проходит по два часа, два раза в неделю. За время прохождения практики желание стать медицинским работником только укрепилось, говорят молодые люди. Впечатления хорошие, много чему научилась. Училась шины накладывать, за людьми ухаживать, за больными. Очень нравится, тем более на практике. Тут узнаешь много нового. Мы пять дней проходили практику на скорой помощи и ездили на вызовы. То есть мы видели своими глазами, как все происходит, и очень понравилось. Очень понравилось на скорой помощи. Было очень интересно ездить к людям в их дома. Видеть, как работают люди на скорой помощи, как они спасают жизни. Возможно, через некоторое время, получив образование, юнаты вольются в коллектив Кумертаусской городской больницы. Будут помогать людям и продолжить ее славные традиции. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Межрайонная инспекция налоговой службы номер 25 по республике Башкортостан напоминает о том, что в январе стартовала декларационная кампания физических лиц. О том, кто должен сдавать декларации и о сроках их предоставления, рассказала пресс-секретарь ведомства Эльвира Шумаева. Уважаемые жители города Кумертау, Межрайонная инспекция номер 25 напоминает о том, что приближается завершение декларационной кампании 2016 года. Вы все прекрасно знаете, что лица, которые обязаны предоставить декларацию до 30 апреля, должны ее сдать своевременно. В этом году 30 апрель выпадает на субботу. Это выходной день. Поэтому сдача декларации последний день переносится на следующий рабочий день. Это 4 мая. Если вы в прошлом году продали имущество, которое находилось в собственности меньше 3 лет, квартиру, машину, гараж или еще что-то, обязаны предоставить налоговую декларацию. Если вы продали акции, если вы сдавали в аренду квартиру, машину, землю и так далее, если вы заключили договор гражданско-правового характера и у вас не удержали налог, то вам тоже нужно предоставить декларацию до 30 апреля. Не корысть, а искреннее желание помочь ближнему должно двигать каждым, кто сдает кровь на нужды медицины. Накануне в Кумертаусской службе крови отметили день донора. Однако, несмотря на праздник, кроводача проходила согласно графику. 20 апреля считается Всероссийским днем донора. В этот день, в 1982 году, отечественный ученый Андрей Вольф впервые в России совершил переливание крови. Поэтому дата считается праздничной для доноров и для врачей, работающих в центрах переливания. Проженица родила, и у нее открылось кровотечение. И вот муж сдал для нее кровь, и получилась, родилась новая полноценная семья. И ребенок жив, и мама. Это событие послужило вот этому дню, то есть национальному дню донора. В будни донорский центр принимает до 10 человек. Во Всероссийский день донора каждый желающий может совершить этот благородный поступок. Прийти и сдать кровь для донорской базы. Больше 25 человек пришли в Кумертауский пункт переливания крови в этот день. Перед сдачей за двое суток донор не должен употреблять алкоголь, молочное, жареное и острое в пищу. В самом донорском центре в первую очередь заполняется анкета. Требуется ответить на несколько вопросов о состоянии здоровья. Далее сдается кровь на проверку уровня гемоглобина и измеряется артериальное давление. Только после этого донор допускается непосредственно к сдаче. Сестре понадобилась кровь. Поэтому как бы надо спасать сестру, выручать. У нее гемоглобин упал сильно. Ну вот и понадобилась кровь ей для лечения, для переливания. Поэтому вот решили прийти, сдать. Я пришла сюда первый раз. Ну, не страшно. Людям всегда нужно помогать. Когда родной человек попадает в трудную минуту, всегда ему нужно помогать. Чтобы стать почетным донором России, требуется сдать кровь не менее 40 раз. Врачами рекомендуется совершать процедуру каждые два месяца. То есть для получения подобного статуса переливание требуется делать регулярно в течение 6 лет. Донор – это единственный человек, который может дать кровь, потому что кровь, она незаменимая. Ее ничем не заменишь. Сейчас пока ни одно лекарство не может полностью заменить кровь. Поэтому донор у нас очень ценный. В нашем городе более 600 человек получили специальный нагрудный знак «Почетный донор России». А тем, кто пришел на день донора, были вручены памятные подарки – брелки. В Кумертау прошел фестиваль под названием «Театральная весна». Продемонстрировать актерское мастерство на сцену вышли не только школьники, но и воспитанники детских садов. Фестиваль не обделила вниманием и наша съемочная группа. «Театральная весна» проходит два дня. В этот раз фестиваль приурочен к Году российского кино. Задача педагогов на конкурсе театральных работ – раскрыть артистизм каждого ребенка. Задача жюри не менее трудная – выбрать из множества талантливых ребят самых лучших. Сегодня мы имели возможность просмотреть замечательные постановки театральные, театрализованные. У нас участвуют 11 садов и 5 школ мы уже просмотрели. Дети и педагоги подготовились лучшим образом. Они подготовили декорации, отличные просто, костюмы, грим. Очень замечательные мероприятия. Мы вот всех просмотрим и уже подведем итоги этого фестиваля. На этом театральном представлении в качестве сцены использовался большой ковер. Действия разворачивались возле импровизированного теремка и за красочным чайным столиком. Педагоги постарались придать декорациям максимально сказочный вид. В качестве общего фона использовалось рисованное цифровое изображение, которое было спроецировано на стену. Музыкальное сопровождение полностью лежало на плечах педагогов. Дети рассказали, сказка, которую они инсценировали, учит, как правильно вести себя в обществе. Дружеские отношения, по мнению педагогов, это основа культуры поведения, которую стоит преподавать детям не только в театральной студии, но и в повседневной жизни. Сегодня мы показывали сказку «Теремок». Это сказка про дружбу зверя. Как они подружились, познакомились. В Доме пионеров и школьников состоялся финал районного конкурса педагогов дополнительного образования и старших пионервожатых. «Сердце отдаю детям». Под таким названием в Куэргазинском районе прошел конкурс педагогов дополнительного образования и старших пионервожатых. Творческое состязание состояло из четырех этапов. Открытые занятия, самопрезентация и мое педагогическое кредо, защита своей образовательной программы и импровизированный конкурс. Во всех заданиях жюри оценивало педагогическое мастерство участников, их профессионализм, яркие педагогические находки, оригинальные подходы к обучению и воспитанию детей. По общей сумме баллов первое место заняла Елена Нафикова, старшая пионервожатой школы номер один села Ермолаева. Второе – Татьяна Искужина из Якишметова. Третье место у Екатерины Сомовой, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы. Все конкурсанты получили ценные призы. Победители и призеры награждены почетными грамотами районного отдела образования. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.